В Омске из-за коммунальной аварии 40 домов остались без холодной воды. В ходе ремонта рабочие пробили трубопровод, экскаватор повредил коммуникации ковшом. Вода хлынула на улицу и в считанные минуты, затопив улицу и дома по соседству. На аварийный участок сразу же прибыла ремонтная бригада водоканала и наш корреспондент Данила Выжевский. Дом Елены Пинков десятки метров от прорыва. Когда на восьмой линии забил рукотворный гейзер, женщина была на работе. Ей позвонила соседка. Здесь аварию ждали. Небольшая течь появилась еще неделю назад. Почти сразу жители позвонили в водоканал. Я позвонила неделю назад. Сейчас мне сноха звонит, говорит. Они воду не отключили, ничего. Все, говорит, опять сюда полилось, на крышу везде. Ну вот видите, хоть засыпали. Оказалось, что рабочие, которые спустя несколько дней приехали на вызов, забыли перекрыть воду. И как только ковш из коватора задел трубу, струя воды хлынула вверх. И уже не помогло, что тем же ковшом рабочие пытались заткнуть прорыв. На месте разве что соорудили небольшую дамбу, чтобы вода не пошла в дома по соседству. Но из-за наклона улицы Лермонтово она затопила седьмую линию. Там проблема оказалась серьезней. Из-за сильного потока залило частный сектор. В доме стоит вода вот выше колена. Вы представляете, у меня все плывет. У нас все вещи, у нас диван, все в воде, у нас все затоплено там. Прибыл на место и начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы Федор Бледнов. Говорит, об утечке знали. Но оперативных мер почему-то не приняли. Как результат, десятки домов и учреждений оказались без воды как минимум до вечера. Была небольшая утечка. Ну, ждали, чтобы на выходные дни отключить, чтобы меньше пострадало людей. Но вот не получилось, не дождались. К слову, Бледнов пообещал по окончании работ устранить все последствия. Об этом говорят и юристы. Виновник также должен будет возместить ущерб владельцам затопленных домов. Первым делом мы идем в департамент имущественных отношений. Там получаем справку, кому именно принадлежат те сети, которые прорвало. Далее к этому, владельцу сетей водоснабжения, предъявляется письменная претензия. Есть официальная письменная претензия от тех, кто потерпел вот этого затопления. Если на претензию не ответят или же ответ будет отрицательным, пострадавший имеет право обратиться в суд. Шанс выиграть дело будет больше, если подать коллективный иск. Данила Выжевский, Анатолий Серов и Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.